Николай Васильевич Гоголь. Тарас Бульба. Радиоверсия создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А поворотись, сынку. Хе-хе-хе. Сур себе какой ты смешной. Что это за поповские подрясники? И это все ходят в академии? Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжи молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица, их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень окомфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. Постойте, постойте, дети. Хе-хе-хе. Какие же длинные на вас свитки. Вот это свитки. Но-но-но. Таких свиток еще никогда на свете не было. А ну, побегите оба, я посмотрю. Не попадаете ли вы? Не смейся, не смейся, батько. Фу ты какой пышный, остап. А чего ж бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батько, а так будешь смеяться, то ей-богу, поколочу. Ох ты, щекой такой сын. Как, батька? Да хотя, батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Ну давай, давай на кулаки. Ну давай. Бульба засучил рукава, и отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали приусердно колотить друг друга. Вот это сдурел старый, а! Говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. Ей-богу, сдурел. Дети приехали домой, больше года не видели их, а он задумал, бог знает что, биться на кулачке, а? Да он славно бьется. Ой, ей-богу, хорошо. Так-таки хоть бы и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здоров, сын. Почеломкаюсь. И отец с сыном начали целоваться. Добрый сынку. Вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А? А ты, бейбас, что стоишь, руки опустил? Обратился он к младшему. Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня? Ну, вот еще выдумал что. И придет же в голову, ну, как можно, чтобы дитя било родного отца. Притом, будто до того теперь. Дитя малое. Проехало столько пути. Утомилось, а? Это дитя было двадцати слишком лет. Ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь. А он заставляет биться. О, да ты мазунчик, как я вижу. Не слушай сынку матери. Она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба. Чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают вас. И академии, и все эти книжки, букварей, философии. Все это казнашо. Я плевать на все это. Здесь бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука. Там только наберете сразу. И всего только одну неделю быть им дома. И погулять им бедным не удастся. И дому родного некогда будет узнать им. И мне наглядеться на них. И еще там... Полно, полно вы, старуха. Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай! Ступай скорее, донеси нам все, что есть на стол. А-а-а! Пампушек, маковиков, медовиков, других пунтиков не нужно. Тащи нам целого барана. Да чтоб горелки было побольше. Не с выдумками, не с оземом и всякими вытребеньками. А чистой пенной грелки, чтоб играла и шипела, как бешеная. Бульба повел сыновей в светлицу, из которой пугливо выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистах. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому. Или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину. И потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях, да в народных думах, уже не поющихся больше на Украине, старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол под образами, широкая печь, разъехавшаяся, как толстая русская купчиха с петухами на изразцах. Все это было довольно знакомо нашим молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время. Приходившим, потому что не было в обычае позволять шкалерам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послала мастабуна своего пару молодых жеребцов. Но, сынки, прежде всего выпьем горелки. Боже, благослови. Будьте здоровы, сынки. И ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтобы вы на войне всегда были удачливы. Дай это, Боже. Ну, шо бы бузырменов били, и турков бы били, и татар убили бы. Когда и ляхи начнут шо против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Но подставляй свою чарку. Что, хороша горелка? Ой, хороша, батька. А как по-латыни горелка? А? А? По-латыни? А? Горелка? А, то-то, сынку. Дурни были латинцы. Они не знали, есть ли на свете горелка. Как бы что звали, что латинские вирши писал. А я грамот не слишком разумею. Гораций, кажется. Вишь, какой батька. Все собака знает, а еще и прикидывается. Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми, да свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака? А может, так как вы уже слишком разумные, так может и плетюганами пороли? И что, не только по субботам драли вас, а доставался в среду и в четверг? Нечего, батька, вспоминать. Что было, то уже прошло. Пусть теперь попробует. Пускай теперь кто-нибудь только зацепит. Вот подвернись какая-нибудь оторва. А будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Ах, добре, сынку. Ей-богу, добре. Да когда на то пошло, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ожидать? Чтоб я стал гречкосеем? Домоводом? Что, я должен разве смотреть за овцами да за слиньями? Или бабец со женой? Да пропаде она пропадом. Чтоб я для нее оставался дома. Я казак. Я не хочу. Но ведь нет войны-то, батька. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье. Погулять. Ей-богу, еду. Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На шо нам эта хата? К чему нам эти горшки? И бульба начал в полотенке швырять горшки и фляжки. Бедная старушка-жена, привыкшая уже к таким поступкам мужа, печально глядела. Но, услышавши о таком страшном для нее решении, не могла удержаться от слез. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в тяжелый пятнадцатый век, на полукачующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек. Когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество. Широкая разгульная замашка русской природы. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огни в обед. Вместо прежних уделов, мелких городков, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения и курени, связанные общей ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленной властью гетьманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал, но в случае войны и общего движения в оси дней не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получая один только червонец платы от короля. И в две недели набиралось такое войско, какого бы ни в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход, воин уходил в луга и пашни на Днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные иноземцы делились тогда справедливо, необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак. Накурить вина, снарядить телегу, намолоть порох, исправить кузнецкую слесарную работу и в прибавку к тому гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский. Все это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охотчик-омонных. Стоило только ясаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставший на телегу. Эй вы, пивники-броварники, полно вам пиво варить, доваляться по запечьям, докормить своим жирным телом мух. Ступайте в славу рыцарской и чести добиваться. Вы, плугори, гречкосеи, овцы-пасы, баболюбы, полно вам за плугом ходить, допачкать в земле свои желтые чопоты, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую. Пора доставать казацкой славы! И слова эти были, как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки. Ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. Тарас был один из коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой нрава. Вечно неугомонный он считал себя законным защитником православия. И теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится теперь с двумя сыновьями в сечь, как представит их старым закаленным в битвах товарищем, как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь воинский дух его, и он решился сам с ними ехать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней, избрую для сыновей. После этого пошел он сам по куриням своим, раздавая приказания некоторым ехать с собою, напоить лошадей, накормить их пшеницей и подать себе коня, которого он обыкновенно называл чертом. Ну, дети, теперь надо бы спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель. Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе. Ночь еще только что обняла небо, но бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом и вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них, вся-вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их и только на один миг видит их перед собою. И слезы остановились в морщинках, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха. Да и когда видела с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои, она видела из милости только оказываемые ласки. Она была какое-то странное существо в этом соборище безжженных рыцарей, на которых разгульное запорожье набрасывало суровый колорит свой. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, велась над детьми своими. Ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы, и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица, и за каждый кусочек которых, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядела она им в очи, которые всемогущий сон начинал уже смыкать, и думала... А ввось, либо боль бы, проснувшись, отсрочит день-ка на два отъезда. Может быть, он задумал того, так скоро ехать, что много выпил. Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул чистокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих. Уже кони, зачуя рассвет, полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена, и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка, красные полосы ясно сверкнули на небе, бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. Ну, хлопцы, полно спать пора. Пора! Напойте коней. А где стара? Живее стара. Готовь на весь, потому что путь великий лежит. Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она с слезами готовила все, что нужно к завтраку, бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьянные красные с серебряными подковами. Шаровары, шириною в черное море, с тысячу складок и со сборами перетянулись золотым очкуром, чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс, сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее. Ну, сыны, все готово, нечего мешкать. Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть. Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. Теперь благослови мать детей своих, моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. молитва материнская и на воде, и на земле спасает. спасает. Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая на шею. Пусть хранит вас, Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу, прошу, пришлите хоть весточку о себе. Пойдем, дети, пойдем. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжелый и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя, прилипнула к седлу его и с отчаянием не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату, но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразной ее ли там выбежала за ворота, с непостижимой силою остановила лошадь и обняла одного из них с какой-то помешанной бесчувственной горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего. Который однако же со своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то вразлад. Они проехавши оглянулись. Хутор как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от скромного домика, одни только вершины дерев, дерев, по которым они лазили как белки. Один только дальний лук еще слался перед ними, тот лук, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда валялись по расистой траве его, до лет, когда поджидали на нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется, издали горою и все собою закрыло. Прощайте и детство, и игры, и все, и все. Прощайте и детство, и игры, и все. И все. Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, его протекшие лета. Он думал о том, кого он встретит на сече и своих прежних сотоварищей, вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья были заняты другими мыслями. Они были отданы по 12 году в Киевскую академию. Как все поступавшие в Бурсу были дикие, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший Остап начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза отодравшие его бесчеловечно покупали ему новый. Но без сомнения он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет, и что он не увидит Запорожье вовеки, если не выучится в академии всем наукам. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Несмотря на это он никак не избавлялся от неумолимых розок. Что естественно должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость всегда отличавших казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он был суров к другим побуждениям кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере никогда почти о другом и не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Меньшой брат его Андрей имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, был изобретательнее своего брата, чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощью изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивший всякое попечение, скидал себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жажду и подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука. Самое платье, облипавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не ответа в битвы. В последние годы он часто бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, иногда забирался и в улицу аристократов, где жили малороссийские и польские дворяне, и домы были выстроены с некоторою прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана и, сидевший на козлах возница с пристрашными усами, хлыстнул его довольно исправно бичом. Ах ты, шоп, таби! Фу, бисова душа! Молодой бурсак вскипел. С безумной смелостью схватил он мощную рукою за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям. Но! Но! Они рванули, и Андрей, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Ха-ха-ха! Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которую еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучей в богатом убранстве стояла за воротами, окружившей гравшего молодого бандуриста. Эй, хлопчик, скажи, кто это? Где? Там, в окошке. гравшке, 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 еще захоти. Та паненка не для тебя. Вы только гляньте на него, на его запачканную рожу. Паненку ему. Добрый пан, ну скажите, кто она? Она что тебе на бурсак? Скажите, будьте ласковой. То Голинского воеводы, дочка. Приезжие они на время. А что? Любить тебя красавица, бурсак? Тюданю! Пошел, пошел! Давай, давай, давай! Следующую же ночь со свойственную одним бурсакам дерзостью Андрей пролез через чистокол в сад, взлез на дерево, раскинувшиеся ветвями, упиравшими в самую крышу дома. С дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и внимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевший вдруг перед собой незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова. Но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея отробости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного, он был очень хорош собой. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фистонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностью и детяти, которую отличаются ветреные полячки, и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывший рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную пленную татарку и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор. Проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам и собравшийся дворня долго колотил его уже на улице, пока мист быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода Ковенский скоро и обольстительной брюнетке выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятья, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Бульба очнулся наконец от своей задумчивости. Э, 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 что же это вы хлопцы так притихли, как будто какие-нибудь черницы. Но разом, разом, все думки к нечистому, берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы птица не угналась за нами. И казаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть, одна только быстрая молния сжимаемой травы показывала бег их. Солнце выглянул давно на расчищенном небе, и живительным теплотворным светом своим облила степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков вмиг слетело, сердца их встрепенулись как птицы. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря было зеленую девственную пустынью. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие высокие стебли травы сквозили голубые синие лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своей пирамидальной верхушкой. Белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли целую тучу ястребы, расплостав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик, двигавшийся в стороне тучи диких гусей, отдавался бог знает в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка, роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон, она пропала в вышине и только мелькает одною черную точкою. Вон, она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как вы хороши. Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда. Причем, ехавший с ними отряд из десяти казаков слезал с лошадей и отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень пробегала по ним и они становились темно-зелеными. Испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру и вся степь курилась благовонием. По небу из голуба темному, как будто исполинскую кистью, наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками легкие прозрачные облака и самые свежие обольстительные как морские волны. Ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрагивался к щекам. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и сменялась другою. Пестрые овражки выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее, иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и как серебро отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш. Пар отделялся и косвенно дымился в воздухе. Поужинав, казаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих, они раскидывались на свитках, на них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотание, все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось свежим ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представляла степь, усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север вдруг, освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу. Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую черневшую в дальней траве точку. Смотрите, детки, вон скачет татарин. Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и как серно пропала, увидевши, что казаков было тринадцать человек. А ну, дети, попробуйте догнать татарина. И не пробуйте, вовеки не поймайте. У него конь быстрее моего черта. Однако жбульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывавшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой. И тогда, уже выбравшись на берег, они продолжали далее путь. Через три дня после этого они были уже недалеко от места, служившего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело, они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темную полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расселался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоли спертый порогами, брал, наконец, свое и шумел как море, разлившись по воле, где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались по самой земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, зашли на паром и через три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сеча, так часто переменявшая свое жилище. Куча народа бронилась на берегу с перевозчиками, казаки оправили коней, Тарас приостан снялся, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукой по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием и все вместе въехали в предместе, находившееся за полверсты отсечень. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Кромари под ядками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки, Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом, жид, выставив вперед свою голову, точил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был Запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. Эх, как важно развернулся. Фу ты, какая пышная фигура. В самом деле это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо щуп его захватывал на пол оршины земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы тегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое и людьми всех наций, наполнявших это предместье сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило сечу, умевшую только гулять да полить из ружей. Наконец они минули предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные установлены были пушками, нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал из осека, не хранимый решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них. Здравствуйте, панове! И вы здравствуйте! Здравствуйте! И вы здравствуйте! Здравствуйте! Так вот она, сечь. Да, глядите, сыны, вот то гнезда, откуда вылетают все эти гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. На пространстве пяти верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Путники въехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась Рада. На большой опрокинутой бочке сидел Запорожец без рубашки. он держал ее в руках и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой Запорожец, заломивший чертом свою шапку и вскинувший руками. Глянь, играйте музыканты, не жалеем Фома, горелки православным христианам! И Фома с подбитым глазом мерил без счета каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых вырабатывали довольно мелко ногами, скидывались как вихрь на сторону, почти наголову музыкантам, и вдруг опустившись неслись в присядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танцы. Чуприна развивалась по ветру, вся открыта была сильная грудь, теплый зимний кожух был надет в рукава и пот градом лил с него как из бедра. Да сверби хоть кожу, видишь, как варит. Не можно! А чего? Не можно! У меня такой нрав! Что скину, то пропью! А шапки уже давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка, все пошло куда следует. Толпа росла, к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет, и который по своим мощным изобретателям назван казачком. Эх, если бы не гонь, пустился бы, браво, пустился бы сам танец! А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею сечью седые старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц, а Стап и Андрей слышали только приветствие. А, это ты, печерица? Я. А, здравствуй, Козалук. Откуда Бог несет тебя, Тарас? А ты как сюда зашел, долото? Ай, бульва! Здорово! Здравствуй, здравствуй, застежка. Здравствуй, Тарас. Думал ли я видеть тебя, ремень? И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно. А что, Касьян? Что, Бородавка? Бородавка. Повешен в толопане. А что, колопер? С колопера содрали кожу под кизитерменом. Что, пициток? Пициткова голова Тараса посолена в бочке и отправлена в самый царьград. Добры были казаки. И старый Бульба печально понурил голову. Тарас Бульба В это время юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом полубитв, которые оттого были почти беспрерывны. В промежутке казаки почитали скучно занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель, да изредка конной скачки и гольбы за зверем в степях и лугах. Все прочее время отдавалось гульбе, признаку широкого размета душевной воли. Вся сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали, но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность, и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. И это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что до то ли его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшие на земле, часто так были смешны и дышали такую силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом. Резкая черта, которую отличается до ныне от других братьев своих «южный россиянин». Веселость была пьяна, шумна, но при всем том, это не был черный кабак, где мрачно искажающим весельем забывается человек. Это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя, они производили набег на пяти тысячах коней. Вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые беспечные границы, ввиду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно сурово глядел турок в зеленой челме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов. Что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка, и которые вместо бледной смерти увидели жизнь, и жизнь во всем разгуле. Что здесь были те, которые по благородному обычаю не могли удержать в кармане своем копейки. Что здесь были те, которые до толи червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы. Но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках. Тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы не воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на сече и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностью того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничипо, потому что даже в предместе сечи не смела показываться ни одна женщина. Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на сечь гибель народа. И хоть бы кто-нибудь спросил, откуда эти люди? Кто они? И как их зовут? Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час перед тем вышли. Пришедший являлся только к Кашевому, который обыкновенно говорил. Этим оканчивалась вся церемония, и вся сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильную корыстью торговцы осмеливались жить и торговать в предместе, потому что запорожцы никогда не любили торговаться. А сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих крастолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия. Потому что как только у запорожцев не вставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти слишком куреней, которые очень походили на отдельные независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название «батька». У него были на руках деньги, платье, весь харч, саламата, каша и даже топливо. Ему отдавали деньги под сахар. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали на конец и не брали верх. И тогда начиналась гульня. Такова была эта сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. Остап и Андрей кинулись со всей упылкостью юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их. Разгульные обычаи сечи и немногосложные управа, и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если казак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему казачеству. Его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которую всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Неплатившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатление на Андрея страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же при нем вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни, и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом. Скоро оба молодые казака стали на хорошем счету у казаков. Часто вместо с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем, и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и кос, или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому курню, закидывать не вода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется казак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали дни опропротив течения, дело, за которое новичок принимался торжественно в казацкие круги. Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь. Настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться, как следует рыцарю. Наконец, в один день пришел к Кашевому и сказал ему прямо Что, Кашевой, пора бы погулять с запорожцем. Негде погулять. Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву. Не можно ни в Турещину, ни в Татарву. Как не можно? Так. Мы обещали султану мир. Да ведь он басурман, и бог, и святой писание велит бить басурманов. Не имеем права. Если б не клялись еще нашу верою, то, может быть, и можно было бы, а теперь нет. Не можно. Как не можно? Как же ты говоришь, не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди, еще ни разу, ни тот, ни другой на войне не были, а ты говоришь, не имеем права. Ну, не следует так. Так стало быть, следует, чтоб пропадала даром казацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы. Так на что ж мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуйте мне это. Ты человек умный, тебе не даром выбрали в кышевы. Растолкуйте мне. На шо мы живем? Ну? А войне все-таки не бывать. Так не бывать войне? Нет. Так уж и думать об этом нечего. И думать об этом нечего. Постой же ты, чертов кулак. Ты у меня будешь знать. И Бульба положил тут же отомстить Кашевому. Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные казаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор нарады. Не нашедший палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш. Высокий человек с одним только глазом, несмотря однако ж на то, страшно заспанным. Кто смеет бить в литавры? Волчи! Возьми свои палки, да и колоти, когда тебе вилят. Довбиш вынул тотчас из кармана палки, который он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины. Кашевой с палицей в руке, знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею, и ясаул с жезлом. Кашевой и старшины сняли шапки и раскланились на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. Что значит это собрание? Чего хотите, панове? Клади палец, не Кашевой ты, а Квашня. Лишь бусурманов пожалел. Давай, Кашево! Давай, Кашево! Ну вот ты, черт, ты сын сейчас живешь! Не хотим тебя больше! Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться. Но курени и пьяные, и трезвые пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. Кашевой хотел было говорить, но зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях. Поклонился очень низко, положил палец и скрылся в толпе. Судья, описать, Исаул изготовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. Прикажете по нам и нам положить знаки достоинства? Нет! Вы оставайтесь! Он нужно было только прогнать Кашевого, потому что он баба! А нам нужно человека в Кашевое! Кого же выберете теперь в Кашевое? Кугубенко! Кугубенко выбрал! Не хотим Кугубенко! Не хотим! Рано ему еще! Молоко на губах не обсохло! Шило! Кугубенко! Атамана! Шило посадить в Кашевое! Сыну тебе, Шило! Что он заказать, когда проворовался? Собачий сын, как татарь! Чёрту в мешок пьяницу Шило! Чёрту Шило! Бородатого! Бородатого посадим в Кашевое! Не хотим Бородатого! Не чистой матери Бородатого! Кричите, Чёрту! Идем! 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 Все кандидаты, услышавшие произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании. Кирдяга! Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал. Человек десяток казаков отделилась тут же из толпы, некоторые из них едва держались на ногах, до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании. Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак давно уже сидел в своем курине и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. А вот же он и где! Подымайся, Кирдяга! Что, панове, вам нужно? Иди, тебя выбрали в Кашевые! Помилосердствуйте, панове, да где мне быть достойно такой чести, где мне быть Кашевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности, будто уж никого лучше не нашлось в целом войске. Ступай же, говорят тебе! Не пянься, чурка-то сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее! Двое из них схватили его под руки и как он не упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемой бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и увещаньями. Таким образом введен был Кирдяга в казачий круг. Что, Панове? Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас Кашевым? Согласны ли вы, Кирдяга, Кирдяга, и от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палец и поднес ее новоизбранному Кашевому. Кирдяга по обычаю тот чужие отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз. И потом уже за третьим разом взял палец. Одобрительный крик раздался по всей толпе и вновь далеко загудело от казацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых седоусых и седочупринных казаков. Слишком старых не было насечи, ибо никто из запорожцев не умирал своей смертью. И взявши каждой в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам, и все лицо замазало ему грязью. Но Кирдяга стоял, не сдвинувшись, и благодарил казаков за оказанную честь. Таким образом кончилось шумное избрание, которому неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба. Этим он отомстил прежнему Кашевому. К тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбралась тут же праздновать избрание и поднялась гульня, какой еще не видывали до Толя Остап и Андрей. Винные шинки были разбиты, мед, горелка и пиво забирались просто без денег. Шинкари были уже рады тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях славивших подвиги. И в зашедшем месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками и церковных песенников, которых держали на сече для пенья в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец, хмель и утомление стали одолевать крепкие головы, и видно было, как то там, то в другом месте падал на землю казак, как товарищ, обнявш товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча, там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи, наконец, и того подкосила хмельная сила, и тот повалился, и заснула вся сечь. Субтитры создавал DimaTorzok на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым Кашевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кашевой был умный и хитрый казак, знал вдоль и поперек запорожцев. Нет, Тарас, не можно клятвы приступить, никак не можно. Ты ли говоришь это, кирдяка, неужто никак не можно. Да говори, какое твое слово-то будет. А вот какое, ничего можно. Вот это дело. Клятвы мы не приступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своей охотой. Ну, вы уже знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем. Не прошло и часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг их мельные и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Кто? Зачем? Из-за какого дела пробили сбор? Что машины молчат? Никто не знает. Вот пропадает даром казацкая сила. Нет, войны. старшины забайбачились на повал. Мы заплыли жиром ночи. Нет ведь на правде на свете. А и правду. Нет и давай правды на свете. Погоди ты. Вон Гошевой выдвинулся, говорить хочет. Панове запорожцы, добрые молодцы, позволит ли господарство ваше речь держать? Говори, говори, вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродейства. Да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжали вшенки столько, что ни один черт теперь и веры не имет. При том же, в рассуждении того, есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война. Тогда, как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни раза не бил бусурмана? Миш Тарас, он хорошо говорит. Хорошо. Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир, сохрани бог. Я только так это говорю. При том же у нас храм божий, грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит Сеча, а до сих пор не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай, угодник Божий Сердега, в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряный рясы нет на нем. Варвара, великомучница, только то и получилось, что уже в духовной отказали иные казаки, да и даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами, ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему. Что же он путает такое? да, так видите, панове, что войны не можно начать, честь лыцарская не велит. панове, а по своему бедному разуму вот что я думаю, пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Анатолия. Как думаете, панове? Идите! Идите! Наверное, мы готовы положить головы! Кошевой испугался. Он ничуть не хотел поднимать всего Запорожья, разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым. Позвольте, панове, еще одну речь держать. Довольно! Лучше не скажешь! Ну, когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известно и по писанию известно, что глаз народа вас божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что. Вам известно панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове и силы у нас были бы свежие и никого не побоялись. А во время отлучки эта торва может напасть. Они, турецкие собаки, в глаза не кинутся и к хозяину на дом не посмеют прийти, а сзади укусят запятые. Да и больно укусят. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе, да и поруху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад. Я слуга вашей воли. Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться, куриные атаманы совещаться, пьяных счастью было немного и потому решились послушаться благоразумного совета. В тот же час отправилось несколько человек на противоположный берег Днепра в войсковую скарбницу, где в неприступных тайниках под водою и в камышах скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые загорелые жирокоплечие дюженогие запорожцы с проседью в усах и черноусые засучив шаровары стояли по коленям в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн, там переворотившие его вверх дном конопатили и смолили, там увязывали к бокам других челнов по казацкому обычаю связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскую волною. Там дальше по всему побережью разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывалые старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности. Весь колебался и двигался живой берег. В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд у них ничего не было кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах показывал, что они или избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый плечистый казак лет пятидесяти. Ох, помощь вам, паной запорожцы! Здравствуйте! С чем приехали? С бедою! С какою? Позвольте паной запорожцы речь держать. Говори! Или хотите, может быть, собрать раду? Говори, мы все тут! Слышали ли вы, что делается на гетманщине? А что? Э, что? Вы разве за горами живете? Или татарин заткнул плетухом уши ваших, что вы ничего не слыхали? Говори же, что там делается! А то делается, что и родились, и крестились, а еще не видали такого! Да говори, что делается, собачий сын! Говори, давай! Говори! Такая пора теперь завелась, что церкви святые теперь не наши! Как не наши? Теперь у жидов они на аренде, если ему вперед не выплатить, то и обедни нельзя править! Что ты толкуешь? А то, что уже христианину и пасхи не может есть, пока весь жид не положит значка нечистой своей рукой! Ничего мы не слышали! Врет он, паны, браты, как есть врет! Не может того быть! Слушайте, еще не то скажу! И ксен же ездит теперь по всей Украине в Таратайках! Да не то беда, что в Таратайках! А то беда, что запрягают православных христиан! Как есть врет! Не уж то так! Истинно так! Вот такие дела водятся на Украине по ноге! А вы тут сидите на Запорожье догуляете! Да видно татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет! И вы не слышите, что делается на свете, так вы, может быть, того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтоб мы кинули веру нашу христианскую! Стой! Стой! Прервал Кашевой, да то ли стоявший, углубивший глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. Стой! И я скажу слово! А что же вы, враг бы, поколотил вашего батьку? Что же вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию? Эй, как попустили такому беззаконию! А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было от дихляхов! Да и нечего греха таить были еще собаки между нашими! Уж приняли их веру! А гетман ваш, а полковники что делали? А делали полковники таких дел, что не приведи бог никому! Как? А так! Что уж теперь гетман зажаренный в медном быке лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу! Вот что наделали полковники! Сколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепой бурью, а потом вдруг поднялись речи и весь заговорил берег. Как? Чтобы торгаши держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксензы запрягали в оклопли православных христиан? Как? Чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Чтобы вот так поступали с полковниками гетманом? Да не будет же сего не будет! Чтобы эдакое делать с православными христианами? Не будет сего! Не будет! Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались все характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть. Чтобы погарцы над нами пановали! А ну, пане, брати, перемешиваем проклятых, чтобы духу их не было! Перетопим их всех в Днепре! Эти слова пролетели молнией и толпа ринулась на предместье. Бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жинок, но неумолимые беспощадные мстители везде их находили. Ясно-вельможные, паны, постойте! Ясно-вельможные, паны, мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное. Ну пусть скажут. Да что его слушать, Тарас? В Днепр его не прав ты, борода. Виноватого всегда надо выслушать. Говори! Ясные, паны, таких панов еще никогда не видывали. И Богу никогда таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете. Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши, те, что ориентаторствуют на Украине, ей-богу, не наши, то совсем не жиды, то черт знает что, то такое, что только поплевать на него да и бросить. Мы никогда еще не снюхивались с неприятелями, а католиков мы и знать не хотим, пусть им черт приснится. Ой, мы с запорожцами как братья родные. Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? Не дождетесь в Днепр их панове всех потопить поганцев! Эти слова были сигналом. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги бульбу. Великий господин, ясловенможный пан, я знал и брата вашего покойного дорожа. Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему 800 цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка. Ты знал брата? Ей Богу знал. Великодушный был пан. А как тебя зовут? Янкель. Запорожцы. Нам всегда будет время его повесить, когда нужно. А на сегодня отдайте его мне. Встань, Янкель, иди, вот мой обоз, полезай под него, лежи там и не пошевелеть. А вы, братцы, не выпускайте его. Сказавши так своим казакам, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снаряд кучелнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход. И не суда до казацкие чайки понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые, и молодые, все. Совета всех старшин, куриных, кашевого и с воли всего запорожского войска положили идти прямо на Польшу, отомстить за все зло и посрамление веры и казацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось, кашевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа, это был неограниченный повелитель, это был деспот, умевший только повелевать. Все своевольные и гуливые рыцари стройно стояли в рядах, почтительно опустив голову, не смея поднять глаз, когда кашевой раздавал повеления, раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле казак, приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия. осмотритесь, все осмотритесь хорошенько, исправьте вазы и мазницы, испробуйте оружие, не забирайте много с собой одежды, по сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку соломата и толченого проса, больше чтоб и не было ни у кого. А голодаем, атаман! А ну, че ты не больше кашевой знает, что говорит? Как есть, оголодаем? Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака. До пар двести взять валов, потому что на переправах и топких местах нужны будут валы. До порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть. Пошли тотчас драть китайку да дорогие аксамиты себе наанучи. Бросьте такую чертову повадку, прочь кидайте всякие юбки. Берите одно только оружие, коли попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Верно сказал! Верно! Казаку оружие надо было! Червонцы тоже! Не юбки ж, не тряпки! Да вот вам, по-нове, вперед говорю! Если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда. Как собаку за шияку повелел его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы и наидоблестнейший казак из-за всего войска, как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребенья на поклёх птицам, потому что пьяница в походе не достоин христианского погребенья. Кто приговоришь, ты живой? Как его не достоин? Молодые, слушайте во всём старых. Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове или почему-нибудь иному, не давайте большого уважения такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке севухи, духом выпейте и всё пройдёт. Не будет лихорадки. А на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесившую прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Ну-те же! За дело! За дело, хлопцы! Да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело! Так говорил Кашевой. И как только окончил он речь свою, все казаки принялись тот же час за дело. Вся сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между казаками. Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах, те сносили на вазы мешки с провиантом, на другие валили оружие, те пригоняли коней и волок. Со всех сторон раздавали стопот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрип поворачиваемых вазов, говор и яркий крик и пануканье и скоро далеко-далеко вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святою водою, все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из сечи, все запорожцы обратили головы назад. Прощай, сечь запорожская. Прощай. Прощай, наша мать. Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья. проезжая предместья Тарас Бульба увидел, что Янкель уже разбил какую-то ядку с навесом и продавал кремнии, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. Каков черт этот Янкель? Эй, дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья? Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и сделал знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное. Пусть пан только молчит и никому не говорит. Между казацкими вазами есть один мой ваз. Я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу так, ей-богу так. пожал плечами Тарас Бульба, подивившись его бойкой натуре и отъехал к табору. Скоро весь польский юго-запад сделался добычу страха. Заборожцы Заборожцы идут Заборожцы Все, что могло спасаться спасалось все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестроенного беспечного века когда не воздвигали ни крепостей ни замков а как попало становил на время соломенное жилище свое человек не тратить же на избу работу и деньги когда и без того будет она снесена татарским набегом все всполошилось кто менял валов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки кто прятался угоняя скот и унося что только можно было унесть попадались по дороге такие которые вооруженную рукою встречали гостей но больше было таких которые бежали заранее все знали что трудно иметь дело с буйной толпой известной под именем запорожского войска конные ехали не отягчая и не горяча коней пешие шли трезво за вазами и весь табор подвигался ночами отдыхая днем и выбирая для того пустыри и леса засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные выведывать где что и как и часто в тех местах где менее всего могли ожидать их они появлялись вдруг и все тогда прощалось с жизнью пожар охватывали деревни скоты лошади которые не угонялись за войском были избиваемы тут же на месте казалось больше пировали они чем совершали поход свой дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века которые пронесли запорожцы избитые младенцы обрезанные грудью женщин содрана кожа с ног по колено у выпущенных на свободу словом крупную монету отплачивали казаки прежние долги прилад одного монастыря услышав о приближении их прислал от себя к запорожцам двух монахов эй кашевой глянь черницы к нам пожаловали чего им надобно пусти доброго дня вам пани запорожцы и вы будьте здоровы с чем пришли прилад просил сказать по нам что они не так ведут себя как следует ишь ты прилад велел передать что между запорожцами и правительством стоит согласие а они нарушают свою обязанность королю и с тем вместе всякое народное право вот как я тебя выслушал теперь ты меня послушай скажи епископу от меня и от всех запорожцев чтобы он ничего не боялся это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки так и передай своему преосвященству и скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламем бегущие толпы монахов женщин вдруг о многолюдили те города где какая-нибудь была надежда на гарнизон высылаемая правительством запоздалая помощь из небольших полков при первой же встрече с запорожцами улетала на лихих конях своих случалось многие военачальники королевские торжествовавшие в прежних битвах решались стать грудью против запорожцев и тут так более всего пробовали себя наши молодые казаки горевшие желанием помериться один на один с хвостливым ляхом много уже не добыли себе конной сбруи дорогих сабель и ружей в один месяц возмужали и совершенно переродились только что перившиеся птенцы черты лица их в которых доселе видна была юношеская мягкость стали теперь грозны и сильны а старому Тарас любо было видеть как оба сына его были одни из первых остапу казалось был на роду написан битвенный путь ни разу не растерявшись склонокровием почти неестественным для 22-летнего он в один миг мог вымереть всю опасность и тут же найти средство как уклониться от нее но уклониться с тем чтобы потом вернее преодолеть ее уже испытанные уверенностью стали теперь означаться его движения и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя крепостью дышало его тело и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва да и застапа будет со временем добрый полковник ей ей будет добрый полковник да еще такой что и батька за пояс заткнет не раз дивился отец также и Андрию видя как он понуждаемый одним только запальчивым увлечением устремлялся на то на чтобы никогда не отважился хладнокровный и разумный и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса которым не могли не изумиться старые бояр Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей он не знал что значит обдумывать или рассчитывать заранее свои и чужие силы бешенную негу и упоенье он видел в битве что-то пиршественное зрелость ему в те минуты когда разгонится у человека голова в глазах все мелькает с громом падают на землю кони а он несется как пьяный в свисте пуль в сабельном блеске и наносит всем удары и не слышит нанесенных и это добрый враг бы не взял его вояк не остап а добрый добрый так же вояк войско решилось идти прямо на город Дубна где по слухам было много казны и богатых обывателей в полтора дня поход был сделан и запорожцы показались перед городом жители решились защищаться до последних сил и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами чем пустить неприятеля в домы высокий земляной вал окружал город где вал был ниже там высовывалась каменная стена или дом служивший батареей или наконец дубовый чистокол гарнизон гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела запорожцы полезли на вал но были встречены сильную картечь городские обыватели тоже не хотели быть праздными и стояли кучу на городском валу готовые на отчаянное сопротивление женщины тоже решились участвовать и на головы запорожцам полетели камни бочки горшки горячий вар и наконец мешки песку слепившего им очи запорожцы не любили иметь дело с крепостями вести осады была не их часть кашевой повелел отступить ничего паны братья мы отступим но будь я поганый татарин а не христианин если мы выпустим их хоть одного из города пусть их все передохнут собаки с голоду верно говорить кашевой смерть собакам не уйти проклятым ляхом из города сдохнут поганцы все сдохнут а мы подождем войско отступив облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей выжигая деревни с кирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы еще не тронутые серпом с ужасом видели из города как истреблялись средства их существования а между тем запорожцы протянув вокруг города в два ряда свои телеги расположились так же как и насечи куренями курили свои люльки менялись добытым оружием играли в чехарду в четы нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город ночью зажигались костры кашевары варили в каждом курине кашу в огромных медных казанах угоревших всю ночь огней стояла бессонная стража но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью не сопряженную ни с каким делом кашевой велел удвоить даже порцию вина что иногда водилось в войске если не было трудных подвигов молодым и особенно сынам Тараса Бульбы не нравилась такая жизнь Андрей заметно скучал неразумная твоя голова Андрей терпи казак атаман будешь не тот еще добрый воин кто не потерял духа в важном деле а тот добрый воин кто и на безделие не соскучит кто все вытерпит и хоть ты ему шо хош а он все-таки поставит на своем но не сойтись пылкому юноше со старцем другая натура обоих и другими очами глядят они на то же дело а между тем подоспел Тарасов полк приведенный Товкачем с ним было еще два Исаула писарь и другие полковые чины всех казаков набралось больше четырех тысяч было между ними немало и охочек омонных которые сами поднялись без всякого призыва как только услышали в чем дело Исаулы привезли сыновьям Тараса благословения от старухи матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского Киевского монастыря надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались припомнив старую мать что-то пророчит им это благословение победу ли над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой на вечной песне бундуристам или же но неизвестно будущее и стоит она перед человеком подобно осеннему туману безумно летает в нем вверх и вниз черкая крыльями птицы не распознавая очи друг друга голубка не видя ястреба ястреб не видя голубки и никто не знает как далеко летает он от своей погибели астап уже занялся своим делом и отошел к куреням Андрей же чувствовал какую-то духоту на сердце уже казаки окончили свою вечерю июльская чудная ночь обняла воздух но Андрей не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую перед ним картину на небе бесчислено мелькали тонким острым блеском звезды поле далеко было занято раскиданными по нем вазами возле телег под телегами и подаль от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы все они спали в картинных положениях кто подмастив себе под голову куль кто шапку кто употребивший просто бог своего товарища сабля ружье самопал коротко чубучная трубка с медными бляхами железными провертками и огнивом были неотлучны при каждом казаке тяжелые валы лежали подвернувши под себя ноги большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями со всех сторон островы уже стал подыматься густой храп спящего воинства на который отзывались с поля звонкими ржаниями спутанные жеребцы а между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи это были зарево вдали догоравших окрестностей в одном месте пламя величественное слалось по небу в другом встретив что-то горючее вдруг вырвавшись вихрем свистело и летело вверх под самые звезды и оторванные хлопья его гаснули под дальними небесами там обгорелый черный монастырь стоял грозно выказывая при каждом отдасти мрачное свое величие там горел монастырский сад казалось слышно было как деревья шипели обвиваясь дымом и когда выскакивал огонь он вдруг освещал фосфорическим лилово огненным светом спелые грозди слив или обращал червонное золото там и там желтевшие груши и тут же среди них чернело висевшее на стене здания или на древесном суку тело бедного жида или монаха погибавшее вместе с строением в огне над огнем велись вдали птицы казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле обложенный город казалось уснул Андрей обошел казацкие ряды костры у которых сидели сторожа готовились ежеминутно погаснуть и самые сторожа спали перекусивши саламаты и галушек во весь казацкий аппетит хорошо что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться саламат Легкий туман дремоты заслонял на миг перед ним небо. И потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время показалось ему, мелькнул пред ним странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас рассеется, он открыл больше глаза и увидел, что к нему точно наклонилось изможденное лицо. Длинные черные, как уголь, неприбранные волосы лезли из-под темного наброшенного на голову покрывала. Странный блеск взгляда и мертвенная смуглота лица заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль. Кто ты? Коли дух нечистый сгинь, коли живой человек не впору завел шутку «убью с одного прицела». В ответ на это привидение приставило палец к губам, моля о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шеи и полуобнаженной груди распознал он женщину. Но она была не здешняя. Лицо было смугло и изнурено недугом. Широкие скулы выступали сильно над опавшими щеками. Узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху. И чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. «Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь». «Два года назад тому в Киеве». «Два года назад в Киеве?» Андрей старался перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсатской жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул. «Ты татарка! Служанка панночки воеводиной дочки!» Татарка сложила с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от его сильного вскрика. «Скажи, скажи, а чего? Как ты здесь? Где панночка? Жива ли еще она?» «Она тут, в городе». «В городе? А чего же она в городе?» «От того, что сам старый пан в городе. Он уж полтора года как сидит воеводой в дубне». «Ну что же она? Замужем? Говори же, какая ты странная. Что же она теперь?» «Она другой день ничего не ела». «Как?» «Ни у кого из городских жителей нет. Уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю». «Пресвятая Богородица». «Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне, ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтоб пришел ко мне, а не помнит, чтоб дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери. Потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, чтоб ради ее дал хлеба». «Много всяких чувств пробудилась и вспыхнула в молодой груди казака». «Но как же ты здесь? Как ты пришла?» «Подземным ходом». «Разве есть подземный ход?» «Есть, есть». «А где?» «Ты не выдашь, рыцарь». «Клянусь крестом святым». «Спустясь в яр и перейдя проток там, где тростник». «И выходит в самый город». «Прямо к городскому монастырю». «Идем, идем сейчас». «Ну, ради Христа и Святой Марии, кусок хлеба». «Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза. Или лучше ложись на него. Тебя никто не увидит, все спят. Я сейчас врачусь». «И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню». Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровую бранную жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопившее, в свою очередь, настоящее. «Опять вынурнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы». «Нет, они не погасли, не исчезли в груди его. Они посторонились, только чтобы дать на время простор другим могучим движениям. Но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и часто, проснувшись, лежал он без сна, не умея истолковать тому причины». Он шел, обиение сердца становилось сильнее при одной мысли, что увидит ее опять. Пришедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел и что ему нужно делать. Наконец вздрогнул. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к вазу и схватил несколько больших черных хлебов. «Но не будет ли эта пища, годная для неприхотливого запорожца, груба ее нежному сложению?» Он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десяти ведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть. Он заглянул в казаны других куреней. Нигде ничего. Запорожцы, как дети, коли мало съедят, коли много тоже ничего не оставят. Что делать? Что делать? Тут где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок был с белым хлебом. Да, точно! Его нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже мешка не было. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрей схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил в просонках с закрытыми глазами. Держите! Держите, чертова ляха! Да ловите коня! Коня ловите! Замолчи, я тебя убью! Андрей в испуге замахнулся на него мешком, но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курине и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился со своей ношью. Татарка лежала, едва дыша. Вставай! Идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все? И он взвалил себе на спину мешки и стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки тех хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев. Андрей! Сказал старый бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце Андрея замерло. Он остановился, весь дрожа. А? Что? С тобою, баба! Эй, смотри, сын! Ей-богу, отделаю тебя батагом так, что до представления света будет болеть спина. Не доведут тебя бабы к добру! Андрей стоял, ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, что уже старый бульба спал. Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившийся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и, наконец, опустились от логостью в низменную лощину, по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег. Подальше подымалась толстая монастырская стена. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода, отверстия, мало чем большее отверстие, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая, вслед за нею Андрий, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться со своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте. В совершенной темноте.